а теперь смотрите как со мной рассчитываются смотрите вот ужас это про меня какая-то завышенная самооценка до моря садоводов круче вас делают свое дело и не якают вы же отталкиваетесь отталкиваетесь своим хвостовством и не уважен тем другим садовода мерзость какая-то да для вас это мерзость потому что вы просто письмо помните было вебинаром раньше значит он был написан там было написано люди они по крайней мере верят то что делают правильно причем он не александр вазинский не имел ввиду миллиона садоводов это жертвы а несколько тысяч их которые сейчас заполонили интернет они вот эти летние осенние зимняя обрезка плюс это искусство и штамбы плюс все все вот это вот они не имея никакого понятия нужны были эти сам они решили вот так это тоже как мой тимошка в 10 лет заявил я буду богатым богом это болезнь поразила миллионы людей и они начали все что только бы вот прочитать вдруг это прибавится там и подписчиков или лайков вот это вот сам получилась страшная беда не вряд ли он их оправдывает владинский если бы он написал они да они верят в это и давайте их отучать спасибо ли консервничка что вы этим занимать не он просто взял так это самое и вот получается что мерзость и получается что я растим между я мерзаюсь какой-то да мое хвостовство это понимание того что произошло стране история как это произошло и я нашел выход этому я знаю как сделать так чтобы все это изменить за за мной там стоит с когарева она школьника учила вот но это одна капля моря которая никогда не станет морем это капли вот а здесь получается как сказать вот сказал да а чего он этим добился если кто-то сказал да железо ну теперь уж точно мы пути сделаем по-другому вот вот смотрите сейчас мне прислал письмо сегодня он обычно пришло пригодится мой брат юрий очередной там опять канал туману опять миллион сто тысяч подписчиков и там очередное дерево которое плохо развивается и два три десятка комментариев люди предлагают советуют вот кто-то что-то отрезать кто-то это ну те же самые помните наших героев героинь выпустите опять опрыскать у них не хватает соображения начать сначала первое это же учеба и никто туда а вот попробуй брат уже не полезет у него это самый мы тоже как мне за 70 и он что у него повышенное давление они же опять его обгадят а что там надо было сказать я говорю больше там не высовывайся вот они воспринимают когда отдельные советы как оскорбление потом сами догадаться не могут первое конечно же раскопать основание штамба и убедиться не гниет ли вот это место не оказалось ли основание штамба и корневая шейка ниже уровня почвы и тогда все остальное не будет растить и некоторое время заболеет потом вот это то первое пункт первый раз раз уж так получилось растет молодой штамба раскопать найти уже даже то что раскопал можно остановить гниение вот тут можно подрезать но не так как они учат снизу штамм делать а наоборот сделать так чтобы крона было меньше например раз так верхнюю половину чик вот так центральная эту все ему легче будет же выжить в этой самой в зоне при как при сугробной вот и самое главное может быть есть еще а только наполовину сгнило основание штамба 50 процентов все-таки туда еще поступает и 50 процентов кроны убрали глядишь как-то восстановиться еще поживет раз и второе на данный момент последнее если человек не сделал обрезку сразу он у него дерево вот с этими обрубками корней вы увидели эту дерьмо которая миллионных экземпляров дерьма 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 вазинский ты с ними займись ты с ними ты заходи на их сайт ты посмотри у них даже те которые они не скрывают показывают как это саженцы напиши им что же вы дерьмо там вырастили метр штамба потом вы столько и это продаете вот здесь все изувечен вот с ними воюй у раз у тебя есть желание может быть из тех кто тоже считает что это надо было осветлять надо было резать и теперь не можешь отказаться от ненависти ко мне вот вот о чем речь идет и вот когда уже пусть общими словами что надо было там написать я специально не не показываем эту картинку с этим саженцем что уважаемый там иванова ивановна там марьеван пожалуйста вы наверное совершили ошибку во время посадки вы посадили саженец раз пересадили вы не из штамп который никто никогда не подрезает оставляется сразу инвалид сразу больной сразу его ждут вот эти него то что он пишет ужас абсолютно неграмотный человек сто процентов двоечник сто процентов так это я ему ответ а крона сразу больная действия больные все будет больно расти ни хрена не будет ему нужно корни отрастить допустим карьер 50 процентов а крона сто процентов посмотрите пока отрастит вот это вот первые два пункта объяснить надо раз потом кто-то опять жалуется уже сотни людей жаловались что ни хрена не растут и уже глядишь быть перестройка в этом миллиона сто тысяч бы произошла уже бы могла произойти а тут болеть опрыскивать и опрыскивать больные люди ну опрыскивание это знаете что означает сказать в своем основе любое опрыскивание это обеззараживание а у меня налоги только с людьми лежат допустим в этом реанимации люди ну давайте возьмем баллон с этим самым спиртовым раствором это может быть вспоминайте там не обязательно чистый спирт и а такой спирт чтобы санитары не могли выпить с добавками а хотя нет из добавками ну ладно половину выпьет половину все таки да и вот представьте себе подходит баллон дальше вот этот самый пульверизатор сколько вы видели на картинках фильмах везде вот это опрыскивание 5 опрыскивание за лето за что зачем но мы будем проходить там ниже можно даже сегодня не успею но все равно покажу расскажу вот эту дурь а тут главное палата умирающие люди или тяжело больные люди вот и их ну естественно надо раздеть что-то снять с них там пижамы вот оголить и вот так вот один а второй по палате ходит опрыскал людей он их вылечил а у вас на дереве сколько веток мертвых было не так сколько у веток отрезали оставляя мертвое а вот это вот доль которая проникла во все поры на сообщество идем дальше пусть у меня сегодня митинговый характер вот а еще целый час говорит давайте попробуем поспокойнее так вот гражданин вазинский у большинства наших садоводов те кто мне что слышит я проверял высшее средне техническое образование все они мои друзья многие ученики они по морду мы набили вот за этого это самое за хам что попадись вы вас гражданин вазинский тысячи жадная глупая опасность для всей садовой россии учителя без садов я же к вам обращался покажите мне ваш сад в конце концов нельзя как другие говорит я читал вы не правы я читала не правы я читал а вот пункт третий смотрите как я разделил наши которых там всего лишь пару тысяч набежит нет подписчиков у меня 9000 ну пускай дальше вот этих которые учителя подались неважно если не дипломы нет дипломов они одинаково это учат конечно а вот они миллионы наивных доверчивых садоводов уничтожающих свою любимую деревьев подачи предателей так вы предатель почему потому что вы не за них заступились говоря что они пусть пусть они верят то что делает пусть они хоть нет не так они хоть верят что делаю а как может верить а не знать учитель а вы что забыли к эти пластические операции калечат людей а дипломы покупают в этом самом метро да а потом устраиваться этим врачом работать сколько скандала вот это как раз такие есть не только здесь а детей только нет таких вот дипломированы министры попадают дипломированы